История Брестской зенитной ракетной части ведет отчет с 1949 года. За все время ее существования военнослужащие полка с честью проходили службу в рядах подразделения. Многие, рискуя собственной жизнью, выполняли воинский долг во Вьетнаме, Сирии, Афганистане и в других горячих точках. Сегодня продолжатели добрых традиций, молодые солдаты, не словом, делом доказывают, что они не уступают предшествующим поколениям защитников небесных рубежей Родины. Они отлично справляются с боевыми задачами самых разных уровней сложности, обучаются военной науке, на практике совершенствуют навыки. Сегодняшние защитники неба сложности не боятся. Под силу солдатам управление большегрузами, участие в крупномасштабных маршах. Оценка отлично по итогам прошедших не так давно учений среди солдат 2-го зенитно-ракетного дивизиона. Красноречивое свидетельство высокой степени подготовленности военнослужащих. Такое учение мы проводили впервые. Это достаточно масштабное учение. Как правило, учение с дивизионом проводится в течение двух, трех, максимум четырех дней. Мы проводили это учение 10 дней. И выполнили, как правило, на учениях выполняют какие-то там определенные задачи, небольшие кусочки. Мы выполнили весь спектр задач, которые могут стоять перед дивизионом. И дивизион успешно справился. Ну, естественно, были какие-то вопросы, незначительные проблемы, недостатки. Поэтому оценка хорошо. Дисциплина плюс тяжелые нагрузки закалили характер этих ребят сегодня. Они мужественные солдаты, которые с гордостью носят звание защитников неба. В этом новом статусе и встречают они День войск противовоздушной обороны. В одном строю с ними профессиональный праздник отмечают ветераны службы. Военнослужащие Запаса по уже доброй традиции. Встретились вместе и вспомнили о делах минувших, но незабытых дней. Поздравили друг друга со значимой датой. Смешанные чувства одолевает Владимира Табачковского, когда полковник Запаса вспоминает десятилетнюю службу в Бресте в рядах солдат 115-го зенитного ракетного полка. 115-я бригада, это приятно было смотреть. Во-первых, я посмотрел боевые пуски 125-х комплексов, 75-го комплекса, 200-го комплекса. Это просто не то слово. Это масса впечатлений. Это полигоны в Астраханской области, полигоны в Казахстане. Это романтика. Ну а жизнь как жизнь. Общаемся, встречаемся, обмениваемся информацией. Со многими сейчас общаемся. Сегодня ветераны службы делятся опытом с молодым поколением солдат. Пытаются передать им традиции, заложенные много лет назад. Достойная смена – залог благополучия государства, считают опытные военнослужащие. Зависит очень многое от командира и от тех традиций, которые заложены. Я уверен, что зенитно-ракетная бригада является образцом организованности, порядка, исполнения своего воинского долга. Поэтому я сегодня, пользуясь случаем, обязательно скажу свои слова пожелания своим сослуживцам, своим коллегам. Взяв пример достижения своих предшественников, полностью осознавая ответственность перед народом и государством, молодое поколение солдат будет стремиться к высоким результатам, равняться на сильных и, несомненно, добиваться успехов на службе. Хочется поздравить всех ветеранов войск противовоздушной обороны, всех офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат с этим нашим профессиональным днем. Хочется пожелать всем крепкого здоровья, стабильности, уверенности в завтрашнем дне, мирного неба над головой, на исполнение всех желаний.